Всем привет! С вами Андрей. У нас Выживание в подземелье, вторая часть. Собственно, мы остановились на том, что в прошлой серии пробили болото 4.1. В этой серии будем пробивать болото 4.2. Туманное болото у нас, Мерзкий Чужак называется. Нам рекомендует Мития Вилсон. Уровень мобов 3133, то есть равный с нами уровень мобов. Сложность 32 средней. Вызов. Поехали. Посмотрим. Нам сходу дают читать. Эйди, черт вы порвали, этих лягушек. Они специально привели нас сюда. Похоже, нас обманули. Нам остается только идти вперед и выйти из этого лабиринта. Нам, получается, нужно выполнить захват в поисках света. Ну, в общем, одним словом, как вы помните, в прошлой серии мы уже встречались с этими мобами. Ничем они особо не примечательны. Наша задача просто... Кстати, я активировал пробуждение в кузнице. У меня теперь рыбы, а теперь я могу лечить своих союзников. Точнее, саппартийцев. Благодаря священнику. Очень полезный перк. По крайней мере, честное лечение очень сильно не хватало. Можно было, конечно, через щиты пройти. Но лечение, оно более эффективное в этом вопросе. Ходит рыба. Давайте ей урон нанесем. Сбросим скиллы. Начнем потихоньку раздамаживать рыбу. Рыба нашего уровня, поэтому нам будет с ней пройти тяжелее драться. Даем гард. На нашего танка. Потихоньку дпсим рыбу. Для того, чтобы она на нас повесила кровотечение. Мы ее забрали. Очень много развелок. Причем много мягко сказано. Их прямо откровенно до хрена. Причем они, даже тут есть, видите, сквозные локации. То есть, казалось бы, откуда нафиг сквозная локация. Но нет. Вот эти два этажа, как вы видите. Обычно в сюжете один этаж был, по крайней мере, до этого момента. Сейчас вот у нас два этажа. Сейчас вот у нас два этажа. У него около 70%. И по нему очень трудно попасть на второй ход и последующий. Поэтому, если вы не убьете его максимально быстро, вы заколепетесь его пинать вообще. Рыба просто жирный танк, который немножко потолще. Его вот это вот уплывание под воду, оно просто усилит урон при выплывании. На самом деле, бесполезный его перк. Давайте черепок дадим. И понизим защиту. Ну и сейчас мы просто стрелка в лицо ему дадим. Ну вот, 3 500, собственно, вы сами все видели. Мы его максимально повысили урон за счет метки, за счет, собственно, понижения. На дороге только что вы нашли несколько приманок. Давайте попробуем удачу. Группа бросает удочку в посредине пруда. После долгого ожидания, нет никакого движения. Довольно странно. Но только что здесь было много рыбы. Спустя несколько времени, Павловок, наконец, сдвинулся с места. Попался. О, моя рыбка. Когда группа потянул удочку, вот эта рыбка появилась из воды. Вслед за ней более большая рыба выпрыгает из воды. После долгих усилий, группа наконец-то таскивает двух рыбок из воды. Я потерял половину своей жизни. Вы должны заплатить за это иначе. Амфибия, ты пытаешься выманить у нас деньги. Мне все равно. Вы люди, никуда не годитесь. Вы только вредите нам. Вы должны компенсировать мой обед. Остановись иначе. У этих людей есть оружие. Они должны быть здесь ради эльфийского света. Я должен раскрывать свою личность. Мне нужно убраться отсюда. Амфибия вверх стоит и стряхивает грязь из своего тела. Извините за недоразумение, я слишком стар, чтобы быть вам полезным. Это золотая рыбка, которую я только что поймал, должна стоить вам денег. Возьмите ее, я продолжу свою трапезу. Амфибия бросает рыбу в рот и ныряет в воду. Какой странный. Мы получили золотую рыбку. Давайте посмотрим, что он делает. Ее можно вынести. Она приносит 90 тысяч золота. На самом деле полезная рыбка, если мы ее сможем вынести. Собственно, тут нужно в первую очередь тушить первую линию. Причем максимально быстро. На вторую очередь тушить вот этого слезняка. То, что он начнет раздуваться. Его вот эта нестабильность, которую он тут говорит нам, никуда не годится. Поэтому нам значит его максимально быстро убить. Этот пузырь, так называемая медуза, уязвима к яду. Можно ее бить ядом. А первый, тот, против кого мы дрались, хамелеон, он уязвим, собственно, два хамелеона. Судя по всему, мы одного, скорее всего, из них забрать не сможем. Поэтому нам придется очень много урона ловить. Будем готовиться драться. Попытаемся хоть одного убить. Одного мы смогли убить. Второй скастовал на себя, судя по всему, уклонение. Да, уклонение на 10%. Но это еще слабое уклонение. Он тут скастовал на себя уклонение так, что мы не могли пробить 70%. То есть там вообще... Он, видимо, себе его настакал. Поэтому его нужно убивать в первую очередь по возможности. Болото запутанное. Оно сделано целенаправленно для того, чтобы запутать вас в первую очередь. Сбрасываем кулдаун. Сносим этого хамелеона. И кидаем яд, собственно, на этого медузного пузыря. Он пытается взорваться. Давайте посмотрим, что вообще взрыв дает. Очень много урона при достижении 5 стаков нестабильности. Нестабильный один стак. Собственно, это как бомба замедленного действия. Мы с такой уже встречались. Собственно, нежить взрывается в лаборатории. Именно так. Но у нежити по определенному количеству хп. Если вы достигаете, нежить взрывается. Еще один прудик. Давайте порыбачим. Какая-то рыба заглотила в наживку. И в этом пруду ничего не осталось. Вкусная рыба. Это, скорее всего, просто еда, которая устраивает ваши 20%. Даем гард. Боя будет долгие. Нам подсказывают, что крафт завершен. Говорит о том, что мы могли бы что-то дальше уже делать. Но мы пока не готовы к этому. Посмотрим взрыв. Вот, собственно, он взорвался. Урон 1000. Смех. 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 Под щитом. Достаточно большой урон. Именно поэтому этого пузыря нужно убивать в первую очередь. Смех. 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 Это хорошо. Это говорит о том, что мы уже можем телепортироваться, как только найдем переход на локацию. Но сюжетную я все-таки рекомендую сначала исследовать. Шут. Это один из полезных мобов. Руна времени. Таинственный тюремный ключ. тюремный ключ я вам не рассказывал но это просто вы убиваете одного босса и вам дают предмет рандомной на уровень этого босса руна времени не знаю что такое синяя фиолетовая но нам мне не не везет я поэтому всегда получаю низкое качество снаряжения я получил тюремный ключ давайте еще один раз вытащим эту руну времени собственно я получил давайте их заберем что такое руна времени давайте посмотрим она здесь отсутствует как вы видите зато она присутствует здесь и нам пишет что нельзя вынести то есть мы в принципе можем сбросить текущий этаж для того чтобы еще раз используйте для мгновенного сброса текущего этажа и сохраняйте найденный по идее просто сбрасывает этаж вы сможете скорее всего исследовать его заново на самом деле не самая полезная вещь но с другой стороны в плане фарма это может быть очень сильно полезным раздамаживаем эту большую рыбину раздамаживаем хамелеона кидаем на него яд на что удивительно хамелеона выжил но это не страшно вот чат киснет я делаю свое дело и хамелеон его счет киснет на рыба скорее всего уплывет но это очевидно кастуем на танк и щит для того чтобы он получал чуть меньше урона ну собственно рыба упала перчатки молнии скорее всего судя по названию подойдут нашим электрическим друзьям у нас их двое стрелок и собственно боец но скорее всего они подойдут стрелку еще одна развилка офигеть 2 хамелеона и слабый сундук почему очень полезно бить этих мобов потому что они уровень у них очень высокий и если с них падают предметы то предметы большинстве случаев уровня как раз мобов то есть учитывая то что у них уровень мобов примерно 32 нам очень очень удобно обратите внимание он настакал второй раз себе уклонения но нам пока хватает дпс его разнести двигаемся дальше квест кажется в лужах и что то есть это хочется что на нами наблюдают тоже такое чувство очень раздражает я знаю как выкурить эфилия призывает найденную по близости приман крепкой ревки и вскоре ловит что спрятанное в воде увы я разоблачен я же говорил не есть подозрительную пищу оказывается эти амфибии с нами играют ну ладно уже давали шанс и теперь отведи нас к эльфу иначе мы обратились двух пожаренных лягушек эдди использовала магии чтобы зажечь пучок верши травы поблизости которая сгорает мгновение ока мы очень сожалеем мы пошли по неверному пути но в этот раз мы не пойдем по ложному пути вы отстаете кто-то еще ищет эльфов здесь много людей они не с вами они забрали наших спутников сложно сказать что за диалоговый непонятно до конца что они вообще хотят очень много ответвлений текущей локации это прям огромное количество вот собственно большой хамелеон это скорее всего босс текущей локации это очень плохо хамелеоны боссы они очень опасны потому что вы их тупо не пробьете ну вот минус один закидываем хамелеона ядом по возможности пока на него уклонение он сам на себе не навешивал когда он навесит на себя уклонение мы просто не сможем его пробить у нас как вы видите ребята не ходят от слова совсем это уже два уклонения нас так или себе это уже началось мы не можем пробить видите да то есть началось почему они такие мерзкие потому что мы просто не можем пробить уклонение их даём гард даём щит уже три уклонения все таки с горем пополам мы попали кастуем на них яд пытаемся бить руками лечим танка очень слабо кстати хил почему-то закидываем его ядом что вы понимали это что скорее всего уязвимо к огню как и все его предспешники хамелеона потому что капец какая огромная локация мы собственно нашли переход охотник заговор все прибанки ловушки расставлены подождите пока жертва захлопнется ахаха может платить их афиби чтобы заманить их добычу ребята от нас от этого зависит наша судьба не падайте духом это они отпустите нашего лидера две лягушки сбежали кто вы и незнакомцы вам не хотел сделать вам лучше не вмешиваться в наши планы иначе у вас будут большие непрятности понимаете да мы и не планировали вмешиваться ваши планы вообще просто проходили мимо в первую очередь тушим уклониста потому что он элементарно дольше же будет жить тем самым больше геморроя нам даст поэтому его сразу стреляем ядовиком сверху поливаем пускай он тикает сбрасываем скиллы я думаю он дотечет рано или поздно поэтому просто начинаем расстреливать рыбину большую кидать на нее уже ед он еще не дотек убили 1 и добиваем 2 нам дали зелье устойчивости не самое полезное зелье но все-таки оно имеет место быть сундучок ничем не примечательный скорее всего с золотом сквозная локация опять же те ребята с которыми мы встречались уже но рыбина на скорее всего будет бить начинаем раздпшивать хамелеона нам скорее всего урона конечно же не хватит но это и не важно очень слабый хил нашего хима минус собственных миллион рыбина уплыла наивно полагает то что она будет бить по кому-то другому кроме танка при вылуплении танка дал кровотечение но она уже не со стакается где то мы еще что то еще пропустили у нас тут еще пара ответвлений есть нам нужно в левую сторону идти скорее всего еще где то один бой либо один сундук да у нас тут рыбалка давайте порыбачим рыба заглотила наживку но ничего мы не нашли это крепкая рыба давайте посмотрим что она дает крепкая рыба дает благословление крепкой рыбы на самом деле благословление крепкой рыбы действует на один этаж поэтому нам нужно будет юзать его на втором этаже который у нас присутствует мы исследовали полностью весь этаж первый поэтому двигаемся дальше давайте ее занял благословление крепкой рыбы у нашего стрелка есть благословление поэтому мы можем использовать его но он за герой на восстанавливать нет смысла 10 тысяч хп скорее всего на танка кидается потому что ну очень много хп либо научим языка уровня у персонажей собственно хамелеон и собственно медузка давайте попробуем забрать медузку в первую очередь хамелеон конечно и опасен но медуза опаснее потому что она взрывается хамелеон просто уклоняется и его просто долго бить но видите он еще и стан дал нашему этому у нас хоть и есть еще одно зелье прочности вроде она называется давайте его выпьем он бьет массу из-за этого возврат к первой позиции не работает давайте выпьем еще одно зелье это зелье прочности перк поглощения который присутствует позволяет нам сохранить зелье до следующего раза но нам конечно это не актуально но все таки очень полезно даем гард для того чтобы не получать урон от кровотока расстреливаем медузу и туда льем ей тоже ядик начинаем раздамаживать большую рыбину у нас второй раунд соответственно мы можем сбросить уровень тут эффективнее всего конечно почувствовал бы себя огневичок то есть в идеале взять в пати огневика и собственно гидовика то есть вот это вот сочетание оно было бы здесь лучше потому что но у них 30 процентов вот например у этой рыбины мы не увидим этого сейчас у рыбины 30 процентов дополнительному урону от огня поэтому очень удобно рыбину поэтому очень удобно бить именно огнем собственно эти оба как вы видите огонь и у этого огонь поэтому очень удобно их бить огнем кидаем яд на этого так называемого хамелеончика потихонечку раздамаживаем собственно мы ваншотнули заднего у нас остался один накидываем его ядом он сейчас будет уплывать сто процентов не даем ему уплыть и добиваем его собственно еще один прудик давайте порыбачим на самом деле вот эта рыбалка очень полезная ну рыбалка нам ничего кроме хилки и не принесла в данный момент поэтому двигаемся дальше собственно два хамелеона режем обоих жалко у нас нет дпс на самом деле тут даже я бы сказал немножко мешает перк то что нету хила возможности срезать передние линии собственно так называемая рыбина и медузка давайте их по-быстрому заберем медуз как вы помните уязвимик яду поэтому ядом на ней просто кидаем и она сама выпилится нам хватает щита для передней линии поэтому можем смело раздамаживать эту медузку также можно кинуть было бы еще дополнительный яд она опять сейчас будет нырять она предсказуемая просто до мозга костей по сути можно без гарда ходить то есть например с каким-нибудь стивом на передней позиции но единственная проблема в том что стив тоже бьет фи с атакой а сюда бы в идеале урон огнем получить добыча попала в ловушку ребята мы так долго жил превратились поймать его легендарное всемогущее создание наша сегодняшняя добыча мы против какого-то коня деремся посмотрим что это за конь лидер это колосс колосс это очень больно это всегда больно потому что колоссы они сильные ребята это сколько у него хп у него 34000 хп это прямо дохрена колосса можно бить любым типом урона но и колосс по вам будет шлепать любым типом своим типом урона поэтому нужно готовиться к тому что колосс даст вам прикурить я думаю мы раздпесим колосса давайте посмотрим что за туманность у него у него есть регенка туманность блокировать физ атаки какая грязь даем танку передней линии гард чтобы его не раздамажили кидаем дебаф на максимальный урон на следующем ходу будем стрелять а видимо следующий ход не получится я смотрю он на нем метко не висит стрелок и 3000 колосса скорее всего нельзя будет застанить потому что опыт борьбы с предыдущими колоссами показывает то что с ними не их нельзя застанить он начинает регенерироваться непонятно правда сколько но факт остается фактом 9000 хил мы скорее всего не сможем раздамажить его у нас не хватит просто лечение урона чтобы его убить да мы не сможем его убить наш максимальный урон пара тысяч а у него хил девятка то есть мы не раздамажим его проступа причем он еще и чистится но это не будет бесконечный бой скорее всего проиграем быстрее мы давайте дадим ему но опять же видите стан на него не работает и он по площади бьет 1400 да колосс на скорее всего выпилит отсюда нам просто не хватает дпс чтобы ему нанести максимальный урон у нас очень слабый дпс нам нужно примерно около от 6000 он зарегенерировал себе даем гард чтобы держать удар и хил чтобы его удары по площади держать ну вот вы сами видите то есть он выхиливает весь удар мы не убьем просто этого колосса сюда нужно более сильная апатия в плане урона мы просто не выхиливаем его дпс у нас то он не пробьет но это будет но не бесконечный бой скорее бой буфки конец у него будет присутствовать вот он еще и контратаковать начал и вот и удар 4000 ну то есть он у нас решил прикопать ну да собственно колосс для нас не по силам оказался видимо сюда нужно идти когда у нас больше дпс а будет потому что колосс нас просто прикопает опять же это колосс то есть мы слабоваты против него причем я бы даже сказал сильно слабовато ну что такое 700 ну это вообще брызги для колосса это брызги нам надо пробовать еще раз будет да он выхиливает урон мы его не раздамажим нам нужно сдаваться иначе 18 раундов у нас просто нет шансов его регенерация это прям что-то с чем-то некого собирали блин но вот это вот регенерация это просто пипец какой-то но мы его просто не сможем пробить ладно подождем пока наши персонажи погибнут он на себя стал лечение самое обидно что мы ему его избить не можем да собственно минус 2 но я думаю тут надо отступать мы можем его раздамажить но это будет очень-очень-очень-очень долго не опять же учитывая то что у нас два дпс ра упали у нас шансов нету против него ну собственно мы скорее всего сейчас до full party проигрывает тогда party ну колосс это пипец откровенная он 34 уровня наши ребята просто элементарно к нему не готовы нам не хватит дпс он просто начнет хиляться вот ведь он по 8000 лечится ну чё мы ему сделаем нет мы можем снести 8000 но проблема в том что нам не нужно защищаться от слова совсем чтобы бой побыстрее прошел чтобы мы могли закончить на колоссе а витя тут кроме ну давайте лечимся тогда ну эти 10000 вылечил ну то есть но как против этого драться на тело которое еще и лечится то есть вам нужно дпс в него в четыре раза больше чем он лечится то есть он лечит 10000 кп себе ну как вот это честно у меня нет слов мы пропускать ходы будем потому что лечить бесполезно party погибла уже просто дождемся момент пока она погибнет полностью мы видим и слишком рано пришли опять же колосс я че говоря и не уверен что я вижу так рано колосса запихнули просто откровенно колосс слишком рано за запихнули запихнут видите он нас даже раздамажить не может это несчастный колосс но насколько он никчемный что он под одной банкой нас раздамажить не может а вторая у нас рыбина ну давай быстрее уже колосс бей бесполезный но эти 10000 лечения но то есть как это бить а но мы просто такой урон не наносим чтобы 10000 лечения пронести ему я не знаю мы нам сюда если пойдем по сюжету то когда очень 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 сильно перерастем его по уровню и по дпс у потому что против лечения драться очень тяжело собственно мы проиграли вот и на этом наше видео вместе с вами закончено всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока спасибо спасибо что